На Международной космической станции фотокамеры представлены исключительно линейкой фирмы Nikon. Четыре года назад, когда у меня был первый полет на МКС, здесь были только Nikon D2X, D3, а за Nikon D3S вообще стояла очередь, благодаря его изумительной цветопередаче на то время. Ну а в конце полета ко мне пришел Nikon D800. Хорошая очень машина, хороший фотоаппарат, но только с одним недостатком. У него нет микрофона встроенного, чтобы записать снимок, когда ты фотографируешь, а в полете очень важно, чтобы потом идентифицировать то, что ты наснимал. Фотографируешь много, поэтому это очень важная вещь. А еще он очень здорово зависал, так как нам надо снимать в двух форматах, JPEG и TIFF одновременно, снимки получаются большие, поэтому как только ты 5-10 снимков сделаешь, он зависал, и картинка внизу уже уходила, и невозможно было снимать. Сейчас же, в моем втором полете, ситуация изменилась в лучшую сторону. Около года назад на МКС были доставлены новейшие фотоаппараты Nikon D5, цифровые Nikon D5, которые, как и все остальные фотоаппараты Nikon на российском сегменте, являются многофункциональными. Nikon D5 может работать с различными объективами, которых на российском сегменте очень много, ну, так же, как и на американском сегменте. И среди них есть главный калибр. Это объектив 800 мм, и который, благодаря конвертору небольшому, превращается в объектив с фокусным расстоянием 1600 мм. И мы получаем фотографии с разрешением около 2 метров при съемке поверхности Земли. А благодаря высочайшей чувствительности мы можем эффективно использовать Nikon D5 в условиях слабой освещенности объекта съемки. Тут, конечно, сумасшедшее ISO. Скорость съемки 14 квадров в секунду позволяет снимать быстро движущиеся объекты. Поэтому это можно снимать для различных экспериментов. Видеосъемка с разрешением 4К позволяет использовать этот фотоаппарат для съемки различных экспериментов. У нас, на самом деле, каждый день идут эксперименты, такие как Ураган, Икон, Дубрава, Сценарий, которые подразумевают использование фотоаппарата по земле, по поверхности Земли. Вообще, фотоаппараты – это самое используемое оборудование на МКС. Что бы мы ни делали, эксперименты, ремонтно-восстановительные работы, техническое обслуживание, выход в космос, бытовая жизнь – все это сопровожается так или иначе съемкой фотокамеры. Это бывает как по борту инструкции, так и по зову сердцу. Когда ты видишь красивую картинку в иллюминатор, руки сами по себе ищут и нащупывают камеру и давят на спуск, чтобы запечатлеть мгновение и поделиться с вами. Нужна только память. Для примера, я на станции только 2,5 недели, а снимков уже у меня на полтерабайта. Кстати, увидев НЛО или инопланетянина, что надо делать? Вот что делать? А надо брать наше табельное оружие в виде фоторужья Никон и сжать на гашетку, расстреливая НЛО или инопланетянина со всех углов, меняя настройки, перезаряжая карты памяти. А иначе, как докажешь, было НЛО или не было. Об одном только можно пожалеть, что Никонов Д5 у нас только два, а объективов много. Но менять часто объективы не рекомендуются, потому что как только ты снимаешь объектив от камеры, туда попадает пыль. И снимки, конечно, уже получаются не такие, какие хотел бы. Но я надеюсь, что ситуация с фотоаппаратами улучшится, и у нас появится фотоаппаратов больше по числу объективов, это в лучшем случае. Можно еще добавить, что на объектив, на матрицу действует радиация, выбиваются пикселы. И, конечно, рекомендуется смена фотокамер в полтора-два года. Ну, а лучше камера в год. Но это как получится. Все.